Сначала была тишина, потом появился Чемоданов Продакшн. Страшно. Зубочистка нужна. Есть у каждого какой-то такой свой нюанс. Никто не любит джаз! И даже ты! Я предпочитаю сначала сделать трудную работу, а уж потом есть. Я не буду ждать, пока вас возьмут. Я не беру в руки ствол, я перевозчик. Конечно, это удивительно. Визуальный ряд. И, конечно же, саундтрек. Знаете, так трейсы? Не припомню, где я мог тебя видеть. Да, я только знал. Чёрт! Чёрт! Зубочистка нужна? Зубочистка нужна. А ведь это неотъемлемый атрибут персонажа, голосом которого говорит наш сегодняшний гость. Всем привет! На связи Дима Чареватенко. Фанаты Райана Гослинга наконец-то смогут выдохнуть, ведь ко мне на канал пришёл его русский голос Даниил Щебланов. Даниил Щебланов – российский актёр театра кино и озвучивания. Сегодня мы с Даниилом проведём очень интересное интервью, поговорим о работах Гослинга, обсудим предстоящий новый проект с его участием – это «Серый человек» от Netflix и ответим с вами на главный вопрос – умер ли Райан Гослинг в конце драйва? И сразу хочу сказать, что в конце выпуска вас ждёт приятный, классный музыкальный сюрприз в исполнении Даниила Щебланова, часть из которого мы покажем здесь, на Ютубе, а часть мы выложим эксклюзивно в нашем Телеграм-канале, ссылочка на который есть в описании. Если вы ещё на него не подписаны, сделайте это прямо сейчас. Ну а доны сообщества студии Red Hat Sound уже видели эту съёмку в прямом эфире. Мы включаем в эксклюзивном формате прямые эфиры прямо из студии, прямо со съёмок, где участники могут задать свои вопросы, поучаствовать и посмотреть, как это происходит вот здесь и сейчас. Поэтому, если у вас будет тоже желание поддержать студию, поддержать канал, переходите по ссылочке в описании, там вы сможете это сделать. Ну, а мы будем начинать нашу основную часть. Дань, привет! Привет! Я рад, что ты наконец-то посетил мой канал, и мы сейчас с тобой пили кофе. Ты сказал, что ты вообще редко даёшь интервью. Расскажи, пожалуйста, вкратце, в чём причина. Ну, интервью нужно как бы уметь давать, а я не скажу, что я в этом мастер. Ну и плюс, я вполне осознаю, что я дублёр, да, вот. А умничать тогда, когда там уже сыграно, ну такой момент, есть нюансы. Очень многие зрители тебя знают как раз как голос Райана Гослинга. Ты очень много картин с ним сделал. Почему этого актёра так любят? Как ты думаешь? А мне кажется, ну, помимо внешних данных, он умеет молчать в кадре. Это опасно? И создаётся впечатление у зрителя, что это такой некий айсберг, когда сверху немного, а всё основное внутри. Там есть глубина, и я думаю, что он ещё себя проявит. У него ещё многое впереди. Ну, хочется в это верить. Я бы, вот сейчас мне зрители не дадут соврать, вы с Райаном Гослингом чем-то похожи. Если я сейчас сделаю такой эффект сплит-экрана и поставлю твою фотографию и фотографию Райана Гослинга, ребята, напишите в комментариях, тебе не кажется, что ты похож на Райана Гослинга? И замечал ли ты, что в дуближе очень много случаев схожести актёра-дуближа и актёра в кино? Что касается меня, мой отец как-то и Гослинг, если взять фотографию, ну, в студенческие годы, может, чуть позже моего отца, и вот так вот соединить с фотографией Райана Гослинга, где он такой с бородой, то там очень много схожего. Я не знаю, как так может быть, но это правда. И тоже я слышал, что кто-то неоднократно говорил, что вы чем-то схожи. Ну, приятно, когда тебя сравнивают с человеком, который состоялся в какой-то степени. Вот. Да, есть такой момент, возвращаясь ко второй части твоего вопроса, что многих актёров дубляжа подбирают ещё по схожести внешне. Попал в физику, попал в персонажа. Это не пустые слова. В этом городе сто тысяч улиц. Вам не обязательно знать маршрут. Мне нужно от вас место и время. У вас будет пять минут. Я буду рядом, что бы ни случилось за эти пять минут. Что бы ни произошло, минуты раньше или минуты позже, я вас не знаю. Вам понятно? Хорошо. И этот номер вы можете забыть. Куда поставить? Не сидел в кухню. Спасибо. Страшно. Зубочистка нужна. Хотите воды? Можно. Спасибо. Вы только что переехали в Лос-Анджелес? Да нет, я давно здесь. Это отец Бенисио. Где он? В тюрьме. О! Чем занимаетесь? Я водитель. Вы лимузин водите? Я работаю каскадёром в кино. Это опасно? Это хобби. А работаю в автосервисе. На Бульваре Рисида. Мне пора. За воду спасибо. Скажи пока. Пока. Райан Гослинг. Ты знаешь какие-то мемы, которые связаны с Райаном Гослингом? Райан Гослинг, он всемирно известный такой мем стал. И у нас даже в России очень много посвящено ему пабликов. Хотя он не комедийный актёр совершенно. Но у него очень много мемов. Ты знаешь какие-то из них? Я видел какую-то нарезку, когда из драйва, а может быть несколько сцен, когда ему предлагают еду, а он как-то вот что-то такое. Я могу ошибаться. Ну вот я видел только это. И что-то ты сказал, ну ладно. Овечные зубочистки, которые у него. Есть у каждого какой-то такой свой нюанс. Ну там, если, скажем, говорить о Брэдди Питте, то мы часто его можем видеть жующим в кадре что-то. Возможно, как та байка про актёра в театре, который, ну когда ему, может быть, нечего делать, он теребит там пуговку. Ну или это молодым начинающим актёрам, да, которые что-то, когда нет конкретного действия, или может быть они чего-то не нашли, вот это может помочь. Немножко банальный вопрос, но я считаю, что его нужно задать. Над какой из его ролей многочисленных тебе было и интересно, и сложно работать? Ну я так однозначно не могу сказать, что было легко во всех работах. Если ты хочешь добиться максимального попадания, просто руки чешутся сделать ещё дубль, ещё острее, ещё точнее. Не отвечу, скорее всего, на твой вопрос, что какая-то определенная... Нет, пока я не попросив у звукорежиссёра-режиссёра, да, воспроизвести, что у нас получилось, пока я не буду удовлетворён, я буду стараться пробить ещё одну попытку. Ты знаешь, что сейчас выходит новый боевик от Netflix под названием «Серый человек» в ближайшем времени? Да, знаю. Где как раз Райан Гослинг там в главной роли. Скажи, тебя можно будет где-то услышать? Я, знаешь так, возможно. Возможно. По-моему, отличный ответ. Больше и не надо. Райан Гослингом в главной роли. Любимых и любимых вам голосов. Зубочистка нужна? А чтобы не пропустить релиз фильма, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все анонсы, в первую очередь, будут появляться там. Спасибо вам огромное. В результате я вгодил в тюрьму, а брат и вовсе погиб. У меня есть одна предложенница. У меня тоже. Заткни свою пасть. Или я загоню твои зубы тебе в глотку и заткну сам. Если я вас повезу, вы свои деньги возьмёте. Мне от вас нужно место и время. На точке у вас будет пять минут. Эти пять минут я ваш. Что бы ни случилось, минуты раньше или минуты позже. Этих пяти и вы сами по себе. Я не буду ждать, пока вас возьмут. Я не беру в руки ствол. Я перевозчик. Если он видел, как ты берёшь деньги. И как ты садишься в машину. Почему ничего не сказал? Я не знаю. А то, что будет вторая машина, ты знала? Я тебе уже всё рассказала. Из-за тебя маленький мальчик лишился отца. И мы чуть не погибли. А ты мне всё ещё врёшь? Я предлагаю следующее. Отныне. Каждое произнесённое тобой слово должно быть правдой. Иначе не поздоровится. Ты поняла? Что тебе сказал повар? Я же говорил, что позвоню Берни. Я сказал, что тебе совсем не нужны деньги. Что ты ему сказал? Что ты рассказал им про Айрин? Успокойся. Ты рассказал им про Айрин! Тебя убить мало. Тебя убить мало. Ты рассказал им про Айрин! Как же ты умудрился всю испоганить, Жена. Они будут меня искать. И для этого придут к тебе. Ты понимаешь? Тебе надо сваливать. И сваливать сейчас. О, Господи! Послушай меня. Послушай меня, Шеннон. Послушай. Сваливай отсюда и не возвращайся. Обратно не возвращайся. Зубочистка нужна? Очень интересная новость, которая недавно стала публичной. Недавно Райан признался, что он хотел бы воплотить образ призрачного гонщика. И за свои 41 год он ни разу не снимался в супергеройке. Как ты думаешь, получится у него стать новым героем Марвел или DC? И что-то сыграть такое именно из супергеройства? Он может быть там уже тем, кем он был. Как-то я, может быть, путанно говорю. Но, надеюсь, понятно. Извините за моё косноязычие. А вот, кстати, вот я сейчас вспомнил, ты обмолвился о том, что Райан Гуслинг не комедийный актёр. Я думаю, что у него в этой области есть шансы, не один. Потому что вот картина «Славные парни», по-моему, в нашем прокате она называлась, у них просто потрясающий дуэт с Расселом Кроу. После твоего визита мы с этим малышом неразлучны. Папа, твою мать! Руки вверх! Я так чувствую, не знаю, думаю, вижу. Там какая-то такая партнёрская химия. И от этого такая мощная энергетика. И у него там есть несколько сцен, когда он там рефлексирует и очень истерит. И это очень комично. Он делает это очень органично. Я думаю, там ещё... Ого-го, какой потенциал. Так что с тобой бы я поспорил, что у него нет склонности к комедии. Ну ладно, я тебя помню. Признаю, в тот вечер я был резок. Немного. Вёл себя как козёл. И признаю это. Ясно. Но просить сыграть это серьёзного музыканта знаешь уже слишком. Боже мой! Ты сейчас сказал серьёзный музыкант? Послышалось. Дашь свою рубашку? Зачем? У меня скоро пробы. Значит, актриса? Не припомню, где я мог тебя видеть? В кафетерии. На Уорнер Бразерс. О, ясно. Ты бариста? Понимаю, ты смотришь на меня с высоты своего положения. Пора. На сцену. Нет, он только... Он мной не командует. Но он скомандовал. Не знаю, я разрешил. Имя есть? Мия. Мия. Буду ждать твоих фильмов. Когда закончится тур? Когда закончим, будем записывать альбом, а потом снова в тур. Мы едем в тур, чтобы сделать альбом, чтобы снова поехать с ним в тур. Значит, путь долгий. Что значит долгий? Это значит долгий. Значит, ты будешь с группой долгое время. А ты думала, как это бывает? Не знаю, я не думала, что тема с группой... Не думала, что будет успех? Просто сколько ты сейчас будешь в туре? Месяцы? Годы? Да, но я... Где-то так. Полагаю, это будет в течение... В общем, я буду в туре года два, не меньше с этим альбомом. Тебе нравится ваша музыка? Зачем ты? Не понимаю. Разве это так важно? Если ты откажешься от своей мечты, ты будешь годами бессмысленно колесить по городам, исполняя то, что терпеть не можешь. Тебе само это нравится? Не знала, нравится ли тебе. Да, ну, ощущение, что... Ты говорил, что Кит хуже всех, а теперь едешь с ним в тур на несколько лет? Не понимаю, зачем все это, зачем ты это говоришь? В каком смысле зачем? Я думал, ты этого хотела, а теперь получается наоборот. В каком смысле я этого хотела? Хотела, чтобы я к ним пошел. К ним в группу? Чтобы играть, иметь стабильную работу, чтобы я был... Ну, это... Конечно, я хотела, чтобы у тебя была работа, чтобы ты нормально жил и смог открыть клуб. Я этим и занимаюсь, тогда почему мы не празднуем? Ты так и не открыл клуб. Ты сама сказала, туда никто не пойдет. В джаз-клуб цыпленок на вертеле. Смени название. Никто не любит джаз, и даже ты. Я обожаю джаз из-за тебя. Я думал, ты от меня этого хочешь. Что мне было делать? Вернуться и играть джингл-беллс? Откладывать крохи, чтобы открыть клуб? Куда никто не придет? Люди захотят туда пойти, потому что ты вложишь в него душу, а люди обожают такое. Все, мне плевать. Просто настало время развиваться, пойми. У меня есть работа. Сейчас я при деле. Ну, а если у тебя возникли проблемы, то было бы неплохо сказать... До того, как я подписал этот контракт. У тебя всегда была мечта. Разве не так? Вот моя мечта. Это она и есть. Такие, как я, всю свою жизнь мечтают о подобном успехе. Когда нравишься. Понимаешь? Наконец-то я участвую в том, что... 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 Нравится людям. С каких пор тебя волнует нравишься ты или нет? Просто неприятно, когда всем плевать. Почему ты так сильно хочешь понравиться? Ты же актриса! О чем ты вообще говоришь? Райан Гослинг. Одна из его и твоих громких работ это фильм «Драйв». Ну, такие прям нашумевшие проекты. Расскажи, что в нем особенного. Это удивительно. Визуальный ряд. И, конечно же, саундтрек, который до сих пор тебя не оставляет равнодушным. Это что-то такое, может быть, громко сказано, из области вечного. То есть, простая история, да, но я не знаю, как это сделал Рёфн, да, который за этот фильм, как мы знаем, в Каннах взял как лучший режиссер «Пальмовый ветвь». Я не знаю, что они делали, чтобы получилось так наполненно. Вроде человек ничего в кадре не делает, но там настолько наэлектризовано. Там такое напряжение. У меня есть хорошая новость. Какая? Эмми Брандт, директор по кастингу, была на твоем спектакле. И ей понравилось. Да так понравилось, что она хочет завтра попробовать тебя. В крупный кинопроект. Нет, я не поеду. Что? Все эти пробы... Нет, нет, ни за что. Прости, что? 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 Шшш! Нет! Шшш, шшш, пожалуйста, потише. Как скажешь. Но чтобы я понял, ты должна объяснить мне четко, почему ты не поедешь на пробы. Потому. Почему? Я пробовалась миллион раз, и каждый раз одно и то же. Ты хороша. Нет же. Ты хороша. Поверь. Ты хороша. Ради актерства я все бросила, но прошло шесть лет, и я не хочу этим заниматься. Почему? Почему ты больше не хочешь? Потому что отказы, это слишком больно. Ты ребенок. Да, может, но я пытаюсь повзрослеть. Даже плачешь, как они. О, господи. У тебя завтра пробы в половине шестого. Подъеду завтра к восьми утра. Выйдешь ты или нет, я не знаю. Как ты нашел меня? Дом напротив библиотеки. Райан Гослинг. Наверное, главный вопрос, который мучает умы миллионов зрителей, и ты должен знать на него ответ, как никто другой. Умер ли Райан Гослинг в конце драйва? Это такой мем, опять же, один из мемов, да, риторический вопрос. Но как ты думаешь? Поначалу, конечно, я думал, что да, это конец. От этого фильм еще глубже, еще в нем больше настоящего. Да, это очень близко к жизни, вот, такое отсутствие розовых очков. Но, с другой стороны, может, чем старше мы становимся, тем больше мы хотим, убеждаемся в том, что добро, свет, это нужно. Поэтому сейчас я склонен к тому, что все-таки он выживает. Дорогие друзья, и самое время написать ваш ответ на этот вопрос, умер ли Райан Гослинг в конце драйва. Надеюсь, вы не против, что я зашел без спроса? Я старался не натащить в дом грязь. Из полиции? Вы Сэпер Мортон? Серийный номер НК-68514? Я фермер. Я заметил. Что выращиваете? Культивирую белок. Разработка Уоллеса. А что за запах? Чеснок. Чеснок. Хотите? Нет, спасибо. Я предпочитаю сначала сделать трудную работу, а уж потом есть. Давно вы здесь? С 20-го года. Но фермером вы были не всегда. Ваша сумка. Это аптечка из колонии. Армейское снаряжение. Где служили? На Каланте? Не просто там было. Я уже арестован. Мистер Мортон, если не окажете сопротивления, то да, я предпочту арест альтернативе. Вы ведь понимали, что рано или поздно за вами придут? К сожалению, послали меня. Итак? Если не возражаете... Вверх и налево посмотрите, пожалуйста. Я всегда это знал. Да, я так и знал. Черт! Черт! Райан Гослинг. Дань, что, по твоему мнению, хорошее кино? Как отличить качественный фильм от просто проходника очередного? В профессиональном плане нам с первых дней, не то чтобы курсов в институте, говорят, что... Это три С. Сценарий. Сценарий. И еще раз сценарий. С этого все начинается. А дальше это режиссер. Актер как единомышленник. И команда. Когда все на одной волне. И каждый, не кто-то за счет другого, а каждый отдается на сто двадцать процентов, тогда что-то получается. А иначе зачем? Как звать? Офицер Кейди Шестеры. Это серийный номер. Ладно. Джо. Чего приперся, Джо? Я же сказал, мне нужны ответы. Как ее звали? Мать твоего ребенка. Какой она была? Вы с ней здесь жили? Многовато вопросов. Я тоже был копом хорошим. В то время было проще. А зачем вообще усложнять? Просто ответь на вопрос. Какой вопрос? Так хватит уже всякую чушь нести. Говори, как ее звали. Рэйчел. А с ребенком что? Кто отдал его в приют? Ты? Нет, я этого не мог сделать. Так ты его даже не видел. Она создает лучшие воспоминания. Иди лучше к дочери. Субтитры создавал DimaTorzok Вообще, Дима, я прежде всего тебе хочу обратить эти слова. Я тебе очень благодарен. Это какая-то такая щемящая история в том смысле, что она не может оставить равнодушным. Это какая-то ностальгия. И одновременно ты вновь в это окунулся. И хочется постоянно улучшать. Вот. Ну, я все-таки держался в руках. Спасибо огромное. Спасибо зрителям, слушателям, подписчикам. Это великое ощущение нужности. Это все правда отсюда. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мне действительно важна какая-никакая, но обратная связь. Пишите в комментариях. Ну, ставьте лайки. Или там, может быть, у кого возникнет желание наоборот. Но тогда аргументируйте. Повторюсь. Спасибо Дима. Спасибо звукорежиссеру Артуру. Спасибо, что это нужно. Наверное, все. Я получил невероятное... Я не знаю, как это назвать. Это... Ну, когда ты соприкасаешься с... С творчеством... Бескомпромиссным. Это... Дорогого стоит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...